Каким образом сейчас нужно мотивировать украинское общество и политиков мобилизироваться по максимуму на долгую войну? Я не верю в то, что получится. Я считаю, сейчас у нас есть такая вот любимая игра, что бы ни случилось, я не виноват. Вот это с детства. Вот допустим, там ребенок, стакан стоит, он стакан опрокинет, если маленький ребенок, я подойду к нему, скажу, что случилось, он скажет, стакан разбился. Не я разбил, а стакан разбился. Сейчас происходит интересная ситуация. Политики, очень многие говорящие головы начинают стыдить украинский народ, мужчин, что они не идут воевать. Повторюсь, я никого не осуждаю абсолютно, это выбор каждого, и я не бог, чтобы судить человека. Но я считаю, что как раз вопрос мобилизации полностью проигран в стране политиками и всем, что было. Если в начале войны военкоматы ломились, независимо там говорят, уехало сколько-то там тысяч человек, десятков тысяч мужчин уехало. Ну уехали, уехали, все, забудьте о них, уехали они. Но даже без них военкоматы ломились, оружия порой не хватало, люди хотели воевать, пошли воевать, отстояли Украину, по большому счету, отстояли Украину и государственность. Да, потеряли какие-то территории, но отстояли Украину как страну, по большому счету. А дальше началось, дальше начались все вместе взятое. Проблемы с коррупцией, проблемы с военкоматами, проблемы с некоторыми командирами, которые, это ни для кого не секретно, перед Кетом, комбригами, комбатами. Проблемы и коррупция, которая существует на разных уровнях, к сожалению, и внутри армии бывает на разных уровнях. Некоторые непродуманные решения, непродуманная мотивация, самое главное. Вот ты, так я понимаю, до меня вел эфир с бизнесом, да? Да. Ну бизнес, я четко знаю, потому что сам был связан с бизнесом. Бизнес для роста должен давать четко ясную поэтапную мотивацию, чего мы достигнем. И главное объяснять это своим сотрудникам, что мы достигаем этого ради чего, что это даст тебе лично, в карман, неважно что. Но мотивация должна быть доступная. Когда нам говорят границы 91-го года, это не мотивирует бойцов. Бойцы на фронте понимают прекрасно, что невозможно в данной ситуации, на данную минуту, с тем, что у нас есть, я уже это не раз говорил, дойти до 91-го года до границ. То есть невозможно даже, к сожалению, к моему, дойти до границ 23-го февраля. Невозможно. Хотим мы этого или не хотим. К сожалению, такая ситуация. На сейчас, повторюсь, завтра, возможно, поменяется все. Хотя, к сожалению, я становлюсь более-более пессимистическим с каждым месяцем, потому что, повторюсь, мы все время просим, просим, просим. Ты знаешь, я много лет работал когда-то с Америкой, давно, и когда я приезжал туда и просил какие-то финансы, это были и на различные фонды в Украину, и на социальную поддержку, и на бизнес-проекты, мне американцы тогда сказали очень простую вещь. Они говорят, пойми, как мы думаем, если тебе нужно, условно говоря, 100 тысяч долларов, да, у тебя это было давно, там, зарплата у тебя средняя, допустим, 50 долларов в месяц, там, в Украине, мы понимаем, но ты можешь как-то саккумулировать свои средства, там, тысячу долларов, полторы, десять, потом показать нам, что тебе стоило собрать эти деньги, сохранить их, чтобы вложить в свой бизнес. И тогда мы додаем, по сути дела, мы готовы додавать 99, 98, 90 процентов, но покажи, что ты тоже в этом участвуешь, не только дай, я классный пацан, дай, покажи. Что ты способен распорядиться тем ресурсом, который получишь в пользу. Она должна пойти в пользу, там будут в том числе твои деньги, ты отвечаешь там и за свои деньги, мы тебе поможем, но мы хотим, чтобы ты ответственность прочувствовал за все. А у нас, к сожалению, я до сих пор за 22 месяца не увидел нашей какой-то ответственности, дайте, дайте, дайте. Да я понимаю, что, во-первых, нет, и, к сожалению, надо признать, что НАТО было вообще не готово к этому, мы не готовы, но НАТО, судя по всему, тем более не готово. Самый мирный военный альянс. Да, самый мирный, точно, военный альянс, правильно, давно говорят, что это политический альянс, не более того, то есть, вот как бы, НАТО, 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 и вдруг раз, и НАТО сдулось, вот просто сдулось, его нет, не существует в природе на сегодняшний момент. И вот получается, что мы ничего, они правильно, возможно, задают вопросы, что вы сделали, вот непосредственно, что сделали вы. Вы открыли какой-то патронный заводик, вы открыли, там, снаряды начали лить, разные способы есть изготовления снарядов, что у вас там с теми же минометами, что у вас с тем-то, с тем-то, с тем-то. То есть, показать-то нечего. Если есть, то это мизер, просто мизер, который, в принципе, ни на что не влияет абсолютно на ситуацию на фронте. И мы становимся зависимыми, зависимыми и зависимыми. И вот это вот все вместе взятое, все эти недоработки, все эти непонимания и так далее, они напрочь убивают мотивацию.